Люди, многие люди дерутся за деньги. Я никогда не дрался за деньги. Тут дело в моем сердце, в моем духе. Дело в том, откуда я родом. О ком вы говорите? О Нэйти Диази. Сколько раз он проигрывал в UFC? 11 раз? Он проигрывал 11 раз и ты говоришь о Нэйти Диази? Нет, я о том, что он верил в победу Коннора. Конечно он верил, он хочет драться с Коннором. Они хотят устроить этот хера в бой еще раз. Как это происходит? Я не понимаю. А как насчет настоящих контендеров? Что насчет настоящих претендентов? Я не понимаю этого. Я не слышал твой вопрос, что ты сказал? Я просто интересуюсь твоими мыслями на этот счет. Нэйт продвигает реванш, он верил в победу Коннора, он хотел трилогию на UFC 209 и многие фаны это поддерживают, потому что это же 209 мазафака. Поэтому я надеялся на победу Альвареза. Поэтому я и надеялся на победу Альвареза, потому что, если бы он победил, ему бы пришлось принять этот бой. Но если этот хренов пацан выиграет, он вызовет Нэйта, устроит этот легкий бой, заработает денег, куча конференций... Это сумасшествие, я не понимаю. Я просил... UFC трижды просили меня драться с Нэйтом Диазом, и Нэйт трижды ныл. Оу, я не хочу, чтобы кто-то схватил меня, боролся. Но это не бокс, это ММА. Когда UFC давали мне бой, я никогда не отказывался. Каждый раз я его принимал. Каждый раз, когда я просил бой с парнем из топ-15, говорил, что хочу драться с тем или с тем. Все говорили, что я трештокер. Но это не трешток. Я тренировался всю мою жизнь. Я хочу драться с лучшими. Я с новым. И сейчас... Я не знаю. Как вы думаете, что будет, если мне дадут этот бой? Как думаете, что он будет делать? Думаете, он захочет работать со мной в стойке? Я могу драться с Нэйтом Диазом, Коннором Макгрегором, Эдди Альварезом, со всеми ними в одну ночь. Ко-мейн-эвент, мейн-эвент, на заднем дворе, за кулисами, где угодно. Это все выглядит так, будто... Вы хотите сказать, что, оу, мы не принимаем таких решений. Да, она не принимает таких решений. Все решает тот парень, типа того. Речь о том, что мы не знаем, может, Коннор решит все иначе. Это херня номер один. Я думаю, все... Я думаю, все ирландские фанаты понимают. Кто заслуживает этого? Я думаю, у меня тоже много ирландских фанатов, потому что я доминировал над всеми моими оппонентами. Коннор приходит в легкий вес и говорит, что он величайший, но... Знаете, в начале года он постучал как цыпленок, а в конце года уже дерется за титул. Знаете, это очень любопытно. Как это... Я не понимаю. Может, если бы он проиграл сегодня и кормье побил Энтони Джонсона, так как Джон Джонс выбыл, может, DC нужен был бы новый оппонент, и UFC стали бы продвигать, оу, переходи в полутяжелый, давай, дерись с DC. Почему нет? UFC могут и это устроить. UFC огромная пиар-машина, и... Если они такое делают, думаю, многие фанаты злятся, потому что он вроде только что так бодренько постучал по настилу, и тут раз, в легкий вес на титульник. А что насчет настоящих контендеров? Как насчет этого? Почему Тони Фергюсону не дают бой? Почему я не дерусь за титул? Потому что это больше не спорт. И... Знаете, что интересно? Теперь я чувствую, что могу драться с кем угодно, и где угодно, в легком весе, и не только как соревнования. Я чувствую, что я тоже готов к шоу по системе ППВЮ. И... Я думаю, UFC должны сделать это. Перевел, озвучил канал Улдскул Камба, Джмили Кацит, подписывайся и не забудь посмотреть другие интервью Хабиба в русской озвучке по аннотациям в конце и ссылкам в описании. Субтитры создавал DimaTorzok